Всем привет! Сегодня я вам хочу показать свой любимый быстрый дневной мейкап, который занимает около 5-7 минут. Макияж, который я выполняю его в основном каждый день, меняются только продукты какие-то, в зависимости от настроения. Но сама схема, она неизменна. Я к вам несла свой дневной крем и теперь буду наносить тональный крем. В последнее время я использую тональный крем от американского бренда Cargo. У него легкая степень покрытия, можно наслаивать. Это обезжиренный тональный крем, который можно использовать как для жирной комбинированной кожи и для сухой. Очень удобная упаковка, большой объем и кто часто путешествует, удобно брать с собой. Вытавливаю горошинку и ставлю вот такие точки по лицу. Тем самым я распределяю тональный крем максимально равномерно и растушевывать в ней будет тоже достаточно легко. Собирайте хвост, обязательно пройдитесь остатками тонального крема, который остается на кисточке, вот здесь. И сводим тональный крем к линии шеи. Чтобы у нас ни в коем случае не было никаких границ. И еще хорошо прорабатываем кончик носа, потому что иногда мы на это не уделяем внимания, то он заканчивается вот здесь. Получается тут как бы видна голая кожа. Дальше я буду носить консилер. Мои два любимые это Catrice Camouflage в оттенке 020 и Fit Me от Maybelline. Десятый номер. Давайте возьмем Catrice. Люблю эти консилеры, они хорошо перекрывают. И соответственно я буду прорабатывать сейчас в те места, где мне не хватило покрытия после тонального крема. Наношу обязательно безымянными пальчиками, потому что безымянным пальчиком в самой легкой степени нажатия. Распределяю. И ставлю обязательно первый свой шаг вот в это углубление внутреннего углока, где у нас самое темное место, самое глубокое впадина в лице. Такими похлопывающими движениями распределяю по всему веку, как будто такое треугольничек высветляю. И прохожусь еще по веку слегка. Обязательно здесь важно не растягивать, а именно прибивать. Много не наносите, потому что всегда можно добавить, а вот если вы перестарались, переборщили, то распределяю, наверное, средство, любое, уже становится сложно. И уделяю еще внимание вот этому слезному каналу. Обязательно тоже его слегка буду проходить, потому что там у нас бывают покраснения такие, чтобы не взгляд выглядел свежий и не грустный. Дальше, где мы еще пройдемся к консилерам, это уголки носа, потому что тоже мы там часто попрем, и кисточкой не совсем удобно там пройтись, поэтому я себе тоже безземляными пальчиками помогаю. И уголки рта, это же важно пройтись. И еще я себе уплотняю подбородок, но это же без желания. Просто там не хотела покрыться тоннельного крема, можно было нанести тон второй слой, потому что все-таки напоминает у меня тоннельного легкого покрытия, но я предпочитаю подбородок консилером. Так что вы смотрите по своему желанию. Если есть какие-то высыпания, можно тоже прикрыть консилером. И теперь будем использовать кремовую коррекцию любимого стекла от Кика, 201 нода. Я буду наносить сразу и растушевывать. Ну, я беру кисточку, переношу на кисть, немножко снимаю и делаю свою коррекцию. Нахожу мучку уха, вот она. И такую веду параллельную линию, параллельно подбородка. Вот. И чуть-чуть наверх растушеваю. Дальше подбородок прорабатываю тоже. Очень важно растушевывать границы, чтобы не было никаких полосок. Обязательно спинку шеи. Дальше височная впадина. Вот она. Вот я все время набираю на кисть и линию роста волос. Те, у кого невысокий лоб, сильно не опускайте, чтобы не опуститься лоб и не сделать его еще меньше. Такой способ позволяет вам не бояться и ни в коем случае не переборщить. Можно еще кончик носа так слегка пройтись по бокам, но главное не переусердствуйте, потому что коррекция днем носа очень заметна. И прохожусь. Вот мочка уха и такую, как иду, плавную линию до середины вот своей скулы и потом просто растворяю. Чуть-чуть потушу его наверх. И подбородочек. Так, чтобы эти линии были приблизительно параллели. И спускаюсь к спинке шеи. Спинке к боку шеи. Мне понадобится хайлайтер. У меня будет такой от NYX в оттенке... В оттенке... Не знаю, какой оттенок. Какой-то просто 0,2 номер. Капаем немножечко на ручку. Я могу наносить как кистью, так и пальчиками. Давайте уже кистью. Разначили кистью. Набираю, чуть распределяю. И вот выше прохожусь. Такую как галочку делаю. Захожу обязательно на свой предыдущий... Предыдущую коррекцию. Самое важное не скруглять. Сюда не заходите, иначе вы будете закрывать эту зону и как бы подсвечивать то, что не должно ни в коем случае сиять. Поэтому делаем другую как... Треугольник вот такой. Зрительно, как будто я продолжаю линию вести вот так. Дальше носик. Немножко. Вот вот сюда. Я не люблю подсвеченные кончики носа, потому что они, как правило, привлекают внимание и увеличивают нос. Поэтому я это делать не буду. Вы смотрите по собственным пожеланиям. И еще галочку на губах. Уже это сделаю пальцем, потому что у меня на губах бальзам, потом тишку вот так вот кисть. Дальше кремовые румяны. Я вам говорила про то, что это многофункциональные продукты, поэтому у меня будет вот такая помада. Стик матовая от Beauty Drugs. был в каком-то оттенке 2. Тоже набираю на руку. Беру кисточку, набираю на кисть, снимаю на то, что я набрала. И теперь, улыбаясь, нахожу вот чуть-чуть ниже, чем хайлайтер. Вот она, я ее делю на 2 части. Вот сюда, на стык. И увожу к вискам. Важно, вот поставили. И прибивающими движениями это делаю. И иду в сторону. И с этой стороны тоже. Главное, не переборщить, потому что, если вы, вот как я здесь, переборщили, такое бывает, мне страшно. Берем кисть с остатками тона и просто снимаем. Смотрите, от другой стороны. Так бывает, если вы, например, не сняли с кисти. Дальше чуть-чуть на носик, на вот эту орбитальную косточку. Тоже я уже прохожу с остатками, ничего не набираю. И где, вот мы с этимняли лоб. Любимый карандаш от Vivienne Sabo, ботинки 2. Продается в Ватсоне, на Майккапе, в сале. И ведем такую плавную линию. Вот это вот все, и буду проходить вот так. Где мне не хватает волосков. Обязательно потом нужно это все зачесать, чтобы вы убрали излишки карандаша. И она смотрела все-таки максимально, естественно. Я вот себе все-таки использую Эссенс. Он для блондинок, немножко осветляясь брови. Гель для бровей. Вот. И так зачесываем вверх. Если вам не хватает фиксации от первого слоя, геля для бровей, вы просто не должны его нанести, дать ему подсохнуть и нанести второй слоя в тех местах, где вам фиксации не хватает. Таким образом, вы получите очень стойкую фиксацию бровей. Я беру келер. Это келер от Мак. Он для уголков ресниц, но у меня глаза небольшие, поэтому я его использую просто в два шага. Самое важное здесь разместить келер максимально у основания ресниц, чтобы вот изменить изгиб. видам, как сразу глаз изменился. Я беру основу по тушь Тиор. Еще я знаю, что многим девочкам нравится вот такая от Эвелин. Есть вот зеленая и у них еще продаются. Чтобы вы не дождались, пока высохнет этот слой, основу я сразу красили тушью, иначе он застынет, и вы потом ничего не сможете расчесать уже. Вот такие слипшиеся ресницы. Это касается абсолютно любой основы, неважно, какую вы для себя выберете. Диор, либо Эвелин. Коричневая от Мэйболина. Если вы хотите получить густые ресницы, нанесите первый слой, дайте ему подсохнуть, и потом наносите второй. Можно немножко даже здесь не прокрасить. Если вы где-то там запачкали века тушью, просто подождите, когда ресницы высохнуты, потом уберете. Следний наш штрих, это губы. Я буду использовать этот же тинт, который у меня был и на щечках. Буду снимать бальзам, набираю его на пальчик, и таким похлопывающим движением переношу цвет. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, и пишите в комментариях, на какую еще тему снимаю для вас видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok